Здесь мы на данный момент собираем информацию по военнослужащим из Хабаровска и Хабаровского края, которые, к сожалению, погибли при выполнении своих воинских обязанностей. Книга памяти участников специальной военной операции – одна из экспозиций в Хабаровском центре патриотического воспитания. В этом году специалисты начали собирать информацию о героях, чтобы рассказывать об их подвигах школьникам и студентам. Сегодня своим опытом в этой работе Хабаровск поделился с коллегами из Москвы в рамках патриотической акции «Дорогами Победы». Сейчас очень важно, чтобы этот патриотический школьник в наших школьных, дошкольных учреждениях шел. И хотелось, чтобы эта работа продолжалась, не останавливалась. Нам есть чего рассказать детям в школах. На своем нашем примере ветераны идут, рассказывают, как они победили. В этом году представители московских молодежных организаций и ветеранских объединений уже посетили Псков, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск. В Хабаровске гости из столицы рассказали о том, как работают. Молодежь сейчас совершенно по-другому воспринимает патриотическое воспитание, совершенно по-другому относится к роли патриотического воспитания. И специальная военная операция повлияла на это. Отдельное внимание на встречу уделили работе волонтерских организаций. В состав московской делегации вошел руководитель ресурсного центра «Мосволонтер». Это крупнейшая добровольческая организация в стране. В ее рядах насчитывается почти 120 тысяч волонтеров. Здесь, конечно же, важно вот это волонтерское братство всей нашей страны, когда у нас есть возможность оперативно обмениваться информацией и активно реагировать на те или иные запросы, которые возникают. Ну, в том числе и с представителями Хабаровского края тоже такая работа выстроена и налажена. В рамках патриотической акции «Дорогами Победы» делегация из Москвы почтит память героев и возложит цветы к вечному огню на площади славы. Игорь Сукачев, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.